Всем доброе утро! Позитивное наше утро продолжается. У нас есть замечательный гость, который нам кое-что приготовит. Но в этот раз это будут не фокусы, не фанфары, а тоже из того, что мы все с вами любим. Это еда. И вот в гостях у нас Дильша Цаитов. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, что мы будем готовить? Сегодня мы будем готовить летний тако в мексиканской кухне. Все любят летний тако. Что это такое? Скажите, вот аналог. Как бы традиционная мексиканская кухня, она готовится из фарша, из мясная. То есть летом я люблю больше овощей, поэтому решил заменить мясо на грибы. То есть как бы сделать более овощной, более легкий. Утренний. Да, для девушек это очень и очень будет. Ну давайте приступим. Итак, что нам нужно для летнего тако? Так, для летнего тако нам нужно будут баклажаны, перец болгарский, грибы, шампиньоны, помидоры, зелень какая будет у вас на кухне. Я вижу, это лайм. Здесь у нас, да, есть лайм. Это у нас получается будет для поливки, салата. И специи. И специи у нас. Соль, черный перец, все что есть у вас дома. А это что такое? А тут у нас получается сыр. Ага. Да. Сыр любой. Сыр любой, да. Овощи любые. На вкус все, что нашли в холодильнике. Все, что нашли в холодильнике, да. И главное это назвать все так, я так понимаю. Желательно летнего и освежающего. Да, да, да. Итак, давайте приступим. Масло обязательно оливковое? Да, масло, желательно оливковое. Почему? Потому что оливковое масло, оно очень легкое. То есть более подходит к нашему тако. Начинаем готовить мы, получается, с грибов, потому что они у нас чуть дольше будут готовиться, чем остальные ингредиенты. Вот скажите, вообще много времени затрачивается на приготовление? Затрачивается буквально 7-8 минут. Ну вот часто летом не хочется по утрам завтракать? Что-нибудь есть такое легенькое, кроме тако, что вы можете посоветовать? Конечно, можно будет приготовить сладкий омлет, можно будет приготовить сладкий омлет именно. А как он готовится? Просто добавляется сахар? Да, немножко сахара, да, также мы должны будем подавать его с вареньем. То есть многие думают, что соль и яйца это сочетаемый продукт. Нет, яйца сочетаются со всем, с сахаром. Они могут быть такие же вкусные и сладкие. Гренки с сахаром. Так, вот сейчас кое-что в моем воображении, в моем сознании перевернулось. То есть это действительно вкусно и съедобно? Это действительно вкусно и съедобно. Сейчас кулинария переживает новый, знаете, как бы рубеж, она переходит на новую стадию, когда повара могут сочетать любые продукты, любые, просто-напросто, любые продукты. Это, например, шоколад и чили-перец. То есть это два несочетаемых продукта, но они, если их совместить, то это получается просто незабываемый. Ну, естественно, тоже правильно совместить. И главное правильно обработать, да, я так понимаю? Ну, мы уже положили баклажаны. Баклажаны, перец, да. То есть все это делается очень довольно-таки быстро. Вот. Чувствуешь вот этот запах и шипение? Шипение, да, это я. Сколько мы обжариваем? Обжариваем. На полной готовности? Нет, нет, нет. Овощи самое главное не передержать, потому что они должны иметь свой хруст, они должны иметь свой, получается, оставить все свои витамины к себе. Вот. Мы их просто так притушиваем. Да, Мальчик? Итак, сейчас перец уже притушили. Перец берем сладкий, да, я так понимаю? Перец берем сладкий, потому что немногие у нас любят острый. Мы можем подать его с острым соусом, сальсо, например. Который готовится тоже в домашних условиях, наверное, очень легко или нет? Да. Огурцы, помидоры, перец болгарский, кинза, вот. Ну и все, из этого места заливаем томатным соком. Вот я люблю поворот, если честно. Их послушать все очень легко. Тот, что Джейми Оливер, ты включаешь и понимаешь, что за 15 минут действительно можно приготовить. За 15 минут можно приготовить борщ. Я вам так скажу. Это пробовал, я знаю. Борщ за 15 минут просто-напросто. А кубку дома вы доверяете то по себе? Готовить дома? Да. Готовить дома я доверяю супруге. Она готовит лучше меня. Надо же. Но она об этом не знает. Или знает? Нет, она об этом не знает. Ну сейчас, да, конечно, знает уже. А так я стараюсь это не раскрывать, потому что женская самооценка, она просто-напросто быстро влетает до небес. Так, сейчас уже готовность чувствуется. Сейчас, получается, мы подготовили это все. Мы выключаем. Что мы делаем далее? Далее мы, получается, нарезаем листья салата. Они нам очень сейчас такие, вот они нам пригодятся. Вот мы нарезаем листья салата. Видите, что это очень полезный продукт. Листья салата, они очень сочетаются со всеми, они очень вкусные. Вот просто. Так, берем лепешки тортилис, две штуки. Как эти лепешки готовить, скажите? Лепешки готовятся на основе кукурузной муки. Вот, это легко найти на рынке у нас. То есть замешивайте, как обычно получается, тесто, только с кукурузной мукой, без пшеничной. Они получаются легкие, вот, и от них не полняешь. И солнечные такие. Мне нравится, когда говорят, не полнеешь, можно. Да, сейчас мы разрабатываем фитнес-меню для девушек, для парней, которые более углубленно следят за своей фигурой. Вот, и поэтому мы сейчас более переходим на такие легкие блюда. Но вот если вы заговорили о фитнес-меню, бытует мнение, что все, что, скажем так, полезно, оно стоит дорого. Это правда или нет? Нет, совершенно не правда это. Все, что полезно, это можно найти в своем холодильнике. Просто правильно это все сочетать. Вот и все. Полезно. Мясо полезно, обязательно. Также мясо можно заменить обычными шампиньонами, на что мы сейчас сделали. Потому что в шампиньонах содержится столько же белка, сколько и в мясе. И так, мы все раскладываем. Мы все это, да, выкладываем. Все это выкладываем. Два тако. Так, ну если честно, вот я просто наблюдаю за тем, что происходит. И? Наблюдаешь, и что? И я могу сказать, что... И теряешь до речи, потому что уже хочется кушать, хочется попробовать. Пахнет вкусно очень. Пахнет вкусно, да. И выглядит тоже солнечно, учитывая цвет лепешек. Что мы делаем далее? Далее мы, получается, сейчас положим... Включим еще раз нашу сковородку. Что-то мы еще будем дожарить. Да, мы сейчас будем не дожарить, а мы сейчас будем его, получается, припекать. Ух ты. А вот скажите, вы знаете историю происхождения тако? Может, есть какая-то легенда, когда мудрец в Мексике сидел на кактусном поле и размышлял о смысле жизни? Нет, зачастую бывает так, что человек просто голодал, и из того, что было, он приготовил еду. Знаете, в моем подразумении, да, тако произошло от нас. Да? Да, завернуть в лепешку все, что есть дома. Вот и все. Вот так вот от студентов придумали, наверное, не какие-то голодные мудрецы, придумали студенты. Потому что я помню студенческие годы, когда в батон мы заворачивали все, что есть, да. И на ходу его ели. И на ходу его ели. Ну, я вам могу сказать, даже пересечение улиц, где продавали отличные салаты для того, чтобы завернуть это все. Хлеб. Итак, сыр любой. Сыр любой, да, который у вас есть. Он должен быть натертый. Да, он должен быть натертый. Так мы так, получается, делаем. А потом это все красиво заворачиваем. Потом мы это все красиво вот так сейчас завернем. Похоже на... Все это красиво завернем. На шаурму похожа. Да, немножко похоже на шаурму. А это все не откроется? Нет, это вот все не откроется. Открывается? А он раскрывается? Сейчас она раскроется, мы его сейчас подправим обязательно. Так, и каким образом? Нам нужен степлер, да, для того, чтобы скрепить? Нет, 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 совершенно нам не нужно никакого степлера. Просто нужно, наверное, придержать? Да, немножко нужно будет нам придержать это все. И уже закрыть, нет? Сейчас, да, мы все это закроем. Как вы поняли, моя соведущая очень хочет попробовать. Да, ну, хочется попробовать, но не настолько прям, как ты сказал. Сказал, как будто я очень голодная. Вот так, тем временем, пока у нас готовится на штату. Сколько нужно ждать? Минуты 4, наверное, минуты 3-4 минуты нужно будет подождать. А что мы можем приготовить за это время? За это время мы можем приготовить легкий салатик этому тату. Из чего? Из того, что есть? Из того, что есть, да. У нас тут есть рукола, пожалуйста. Вот, рукола. Мы ее поливаем оливковым маслом. Ничего из замудренного нет. Наверное, это мой любимый салат, потому что по логике вещей мы должны переместить оставшиеся на этой тарелке на другую более чистую. Так, мы туда помещаем черри, помидоры. Вот сюда прямо вот так. Ага. Ну, остальное мы сейчас оставим. Ну, все-таки ваше любимое блюдо летом. Мое любимое блюдо летом? Да. Что вы обычно любите кушать летом? Или готовить. Давайте кушать, а потом готовить. Манты с джусайм. Это кушать? Да, это кушать. А готовить? Готовить яичницу. Просто наоборот. Не заморачиваться. Яичница. Скажите, вот все мы знаем, что повара, они очень люди трудолюбивые на работе, потому что каждый раз они хотят удивлять своих клиентов, и не только клиентов, своих ценителей, скажем так, ценителей их искусства. Для себя вы как готовите? Для себя? Так же. Когда никто не смотрит? Когда никто не смотрит, я готовлю, наверное, чуть-чуть не так. Потому что мы готовы все отдать ради других, но никак не себе. Для себя мы немножко экономим, чтобы хватило другим. Мне кажется, жена ваша все равно готовит от души. Моя супруга готовит, да. Моя супруга готовит очень хорошо. Я повторюсь еще раз. Какой аромат. Так, наш тако, смотрите, он немножко подпекся здесь. Но это не страшно. Главное, всегда под рукой иметь противозагарный крем. Итак, легкий летний тако желтого солнечного цвета, приготовленный руками Дельшата Саитова, уже готов, оказался на не менее замечательной тарелке. Вот, пожалуйста. Мы также, получается, его украшаем долькой лайма. И все, уже можно будет пробовать. Да, конечно. Давай, урмат. Ну, пробовать, наверное, мы будем уже после эфира. А сейчас я напомню еще раз, что в гостях у нас замечательный человек, который научил нас, каким образом можно за 7-8 минут приготовить элемент мексиканской пухни. Дельшат Саитов у нас сегодня в гостях. Дельшат, вам большое спасибо. Пожалуйста. Приходите еще раз, но уже в новом сезоне, потому что мы в отпуск. И давайте, вот последнее напутствие для всех наших телезрителей. Ну, всем солнечного неба, побольше хороших отпусков, чтобы все уезжали, куда, на море, к нам на Иссыкуль, чтобы приносили нам радость. Чтобы загорали. И стройнели самое главное. И стройнели. Ну что ж, дорогие телезрители, никуда не переключайтесь. Утралайв на телеканале НТС. Продолжение следует.